здравствуйте библейском портале экзегет мы продолжаем беседы о исторических книгах библии книгах царств мы продолжаем сегодня и завершим разговор о первой книге царств начнем с 18 главы закончим 31 в этих главах книга царств передает историю жизни Давида на фоне царствования Саула вместе с благословением Давида отступил дух Господень от Саула и возмущал его злой дух от Господа почему так сказано в Библии и не наши даже злой дух от Господа например 18 главе напал злой дух от Бога на Саула и он бесновался в доме своем дело в том что израильтяне полагали что причиной всех событий является Божье попущение так например в книге пророка Исаии такие слова пусть узнают что Господь Саула определил о Египте Господь послал в него дух опьянения то есть вот то что египтяне значит напились и действовали неразумно это было попущение Бога еще раз повторим о чем мы с вами настаивали главное действующее лицо Библии герой книги Господь он действует через людей отсывчивых на его волю и отвергает своевольных как отверг он вернее изгнал Адама сейчас собственно и начинается человеческая история и для читателя Библии становится ясно что царство Саула который лишен Божьего благословения оно угасает процесс этот как некий так сказать период израильской истории описан очень реалистично не схематически как просто перечисление каких-то фактов а как пережитый такой живо очень реалистично касавшиеся конкретных суть и переживаний человеческих и верность Богу и страстность характеров вражда и дружба любовь и предательство все переплетается в этих событиях составляющих эпоху от Саула до Соломона в царствование Давида Саул взял Давида оказавшийся победителем филистимлян над военными людьми своими что как сказано понравилось народу и слугам Сауловым когда они шли при возвращении Давида с победой над филистимлянами то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и восклицали Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч это все 18 глава первой книги царства Саул сильно огорчился и неприятным было это слово и он сказал так Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи ему не достает только царство и с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида Саул, как всякий царь, признает властью будто бы всецело владеет он а священное писание учить надо израильские, что нет ни какой-либо человек истинный царь, но только Господь как и предостерег пророк Самуил если народ не нуждается в своем царе то благополучие, простите, если народ нуждается в своем человеке народом, выдвинутым царе то благополучие царства обеспечится только в совершенном послушании царя Богу пусть будет царь, действительно, но в том случае будет успех и царя, и народа, если царь будет всецело послушен Богу Саул же ревнует к Давиду тем самым как бы отказывается следовать воле своего Господа Бога Израилева это и ведет его гибели Саул переживает припадки безумия он преследует Давида временами раскаивается в этом но не ищет единственного верного пути следовать воле Бога напротив, он нарушает строжайший запрет строжайший для каждого израильтянина он упрощается к ворожбе то есть к волшебнице Ваендори мы об этом уже с вами говорили как бы в противовес ненависти к Давиду Саула его сын Иоаннафан заключил, как сказано заключил с Давидом союз ибо полюбил его как свою душу и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою которая была на нем и отдал ее Давиду так же и прочие одежды свои и меч свой, и лук свой, и пояс свой это очень значительный факт по древним представлениям обличься в одежду другого означает как-то соединиться с его личностью и Иоаннафан, сын Саула стал быть наследник царя поступки Иоаннафана читатель Библии может посмотреть передачу права наследования Давиду это не сказано впрямую но символика самого жеста этого Иоаннафана она придает тексту богатство поразительности вспомним нежелание Давида принять доспехи Саула чтобы успех битвы предоставить только Богу комментаторы Библии часто отмечают художественную выразительность текста и это конечно не является самоцелью ведь в Священном Писании не билетаристика но оно должно действовать очень убедительно и поэтому все средства выразительности необходимы Священному Писанию и повествовательной и учительной литературы и эпоса и легенды эти средства присутствуют в книгах Священного Писания трудная победа божественного замысла на человеческой гордыне передается в истории Давида такими событиями которые подошли бы даже для авантюрного романа верно назвал прекрасная музыка божественной верности прерываемая резким ритмом человеческой воли желая избавиться от Давида Саул велит убить его слугам своим и сыну своему Иоаннафану Иоаннафан конечно противится воле отца и предупреждает друга об опасности и сначала Саул послушался было Иоаннафана и не стал преследовать Давида но новая победа его над филистимлянами снова возбудила ожесточение Саула злой дух обладел им в тексте сказано так злой дух от Бога напал на Саула если неудеи полагали что священие человеческой души происходит по большинству промыслу то это не означает что человек считался безответным за то что совершает за то что склоняется к греху скажем но первым кто понес это наказание был Адам Бог не внушает но попускает искушение человек же властья не принять его победить в себе приступ зла любой из нас и в древности израильтянин был отвечал за то что не поддался злу Саулом более желает более владеет желание царствовать чем различать благую волю Бога и это ведет его к гибели он не видит победу Давида над филистимлянами божественного благоволения в Израиле и не радуется тому он лишь страшится соперничеством близкие люди Саула не встают на его сторону Давида приветствует народ его полюбила Иоанна Фану полюбила дочка Саула Мелхола Мелхолу кстати Саул выдал замуж за Давида с тем чтобы приблизить его к себе и найти более удобный способ погубить тем самым но Мелхола уже в критический момент и спасла Давида она спустила его из окна когда в очередной раз Саул покушался на Давида контраст между кротким Давидом и яростным Саулом очень выразительный прием которым традиция передает что божественная милость обращена к любящим Бога и отвращена от грязеливых был такой эпизод Давид играл на арфе и в это время Саул кидает в него копье при упадке бешенства Давид спасся а Давид в каком-то замешательстве которое его постигло уже после этого действия является пророку Самуилу вот и когда является к Самуилу Саул и его люди которые с ним шли преследователи Давида их там при приближении к Самуилу охватил дух пророчества а Саул впал в юродство сказано так он пророчествовал перед Самуилом и весь день и всю ту ночь лежал не одетый поэтому и говорят неужели и Саул в пророках вот эта древняя поговорка неужели и Саул в пророках она как бы подчеркивает невероятные события а читатели Библии она убеждает в непреодолимости воли Бога коварство человека его же и разрушит а верное сердце мужественно ему содействует то есть Богу содействует верное сердце в 20 главе первой книги царства описывается как Иоаннафан не подчиняется отцу и спасает Давида вот этот текст потому что если бы Саулу удалось погубить Давида то наследником царства стал бы по закону Иоаннафан однако Иоаннафан действует вопреки этого сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему сын негодный и непокорный разве я не знаю что ты подружился с сыном Исеевым на срам себе и на срам матери твоей и во все дни так коли сын Исеев будет жить на земле не устоишь ни ты ни царство твое теперь же пойди и приведи его ко мне ибо он обречен на смерть и отвечал Иоаннафан Саулу отцу своему и сказал за что уничтожить его что он сделал тогда Саул бросил сына копье чтобы поразить его но промахнулся Иоаннафан понял что отец решил субить Давида и встал как сказано дальше Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал на второй день новомесяча потому что скорбело Давиде и потому что обидел его отец его в тот обед он был ритуальным обедом во второй день новомесяча Давид не явился к столу Саула это вызвало его подозрения потому он так и посылал Иоаннафана губить Давида это очень живая сцена она и придает важнейшую истину воля Божья совершается в человеческом воле изъявления Иоаннафан верен не просто другу то есть просто любовь одного друг к другому спасает божественного избранника так Господь как бы находится его сотрудника в Иоаннафане и вот это 20 глава первой книги царств кончает с рассказом о том как Иоаннафан помог Давиду бежать Саул уже не унимался и не было у него другой цели как только сохранить свое царствование и он пошел на тяжкое преступление он убил священников Господних которые оказывали помощь Давиду хотя они не выступали против Саула а просто помогали Давиду как его подчиненному ведь Давид тогда был подчинением Саула и даже вопросили о нем то есть о Давиде самого Господа царь же вот как поступил говорится так и сказал царь телохранителям стоявшим при нем ступайте умертвите священников и Господних ибо их рука с Давидом и они знали что он убежал и не открыли мне но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних тогда царь нашел чужого человека некого доика из Идуме который выгнал волю царя и убил священников разорил город Номву город священников и убил там 85 тысяч человек носивших льной фод то есть священников ну цифра уж не будем гадать точно или не точно ясно что преступление жестокое и жуткое а Давид чувствует себя виновником этого преступления невольным виновником он говорит авиафару который известил любого об этом я знал в тот день когда там был доик и домиянин что он непременно донесел Саулу я виновен во всех душах дома отца твоего это еще оно средство того как писание связывает осуществление божественного замысла с ответственностью человека Давид и Тучи чувствует себя ответственным за то что совершается человек священно действует когда принимает решение по воле Бога сознавая реальность божественного присутствия конкретно здесь и сейчас можно это отнести не только к великим героям Библии это можно вообще-то отнести и к самой обычной человеческой жизни если сознавать волю Бога хотя бы даже она была против моего какого-то желания или возможности но действовать согласно воле Бога можно считать что мы совершаем священное действие об этом говорится в 23 главе первой книги царств Давид одолел филистимлян потому что послушался Бога а неосторожных людей которые предостерегали его не идти против филистимляна часто были эти битвы с филистимлянами они были народ сильный богатый и такой очень свои так сказать уверенный в себе народ поэтому просто так отступить от Израиля хоть бы они и терпели от Израиля некоторые поражения филистимляне не желали часто были стычки так вот с Давидом был эфот символ священного действия необходимый предмет для священного действия и Давид отвергает выгоду для спасения позицию потому что он не хочет нарушить священный закон он не поднимает руки на помазанника божьего Саула об этом говорится вот в таком эпизоде в 24 главе книги царства Давид он и хитер и прост одновременно например он скрывался от Саула в пустыне Энгаде в пещере куда царь зашел просто по нужде в преследуя Давида Давид так это хитро незаметно отрезал край его одежды и при этом так сказано дальше в Библии больно стало сердцу Давида что он отрезал край от одежды Саула вспомним что одежда символизирует достоинство человека и нельзя надругаться над одеждой царя Давид не допускает мысли погубить Саула в удобный момент он говорит да не попустит мне Господь сделать это господину моему помазаннику Господню чтобы наложить руку мою на него ибо он помазанний Господень и удержал Давид людей своих словами этими и не дал им восстать над Саула напротив того Давид открылся Саулу и говорит ему отец мой посмотри на край одежды твоей в руке моей я отрезал край одежды твоей а тебя не убил узнай и убедись что нет в руке моей зла ни коварства а ты ищешь души моей чтобы отнять ее против кого вышел царь израильский за кем ты гоняешься за мертвым псом за одной плохую Господь да рассудит между мною и тобою и да она вснет тебе Господь за меня но рука моя не будет на тебе так кончается 24 глава книги царств в следующей беседе продолжим о следующих главах этой книги до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры Продолжение следует...